Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Илья Стюхин, архитектор, который представляет группу разработчиков проекта благоустройства площади Ленина. Здравствуйте, Илья! Действительно о том, что возможно в скором времени облик площади Ленина изменится, мы слышим уже где-то на протяжении недели. В интернете появилась информация и даже некоторые чертежи, по которым можно понять, как она может выглядеть. Расскажите, как получилось, что вы объединились с вашими единомышленниками и вас заинтересовало именно эта территория города? Мы уже давно интересуемся городской средой. У нас есть небольшая команда, состоящая из трех архитекторов и двух дизайнеров. И в принципе, так или иначе, наши проекты, как отдельные, так и совместные, как правило, были связаны с нашим городом, с какими-то городостроительными аспектами, с аспектами развития городской среды. Но в принципе, несмотря на то, что город активно развивается, спрос на подобные проекты, он не очень велик. И поэтому за любое какое-то предложение, связанное с тем, чтобы что-то сюда привнести, мы всегда беремся и всегда отвечаем на любые запросы. В данном случае было, вероятно, несколько возможных разработчиков этого проекта, но наше решение было интересно. И мы его довели до конца, до вот этой вот концепции, которая действительно недавно была представлена как для городских властей, так и для жителей города, которые могут ознакомиться с этим проектом на сайте, оставить там свои комментарии, оставить там свои предложения, которые, конечно же, обязательно будут намечены. Эта концепция, она находится сейчас в процессе согласования и доработки. Решения, которые мы предлагаем, они могут, можно сказать, что они достаточно смелые. И нам очень важно мнение людей о том, как они хотели бы увидеть эту площадь, потому что она центральная, она главная, и она должна работать на весь город, несомненно. Ну, чуть подробнее о том, что из себя представляет ваш проект, и как, согласно ему, может измениться облик площади. Сейчас, когда мы приходим на площадь Ленина, мы ее не воспринимаем как пространство, комфортное для длительного пребывания. Во-первых, это очень разорванное пространство, то есть есть замечательная улица Почтовая, которую недавно реконструировали, там проходят городские праздники, там очень часто встречаются люди, проводят много времени. Есть скверы перед торговыми рядами, которые тоже, в принципе, достаточно прилично выглядят на данный момент, но они плохо связаны друг с другом. И, конечно, огромная проезжая часть, она доминирует над всей площадью. То есть часть площади, она преимущественно транспортная. Никто не умаляет ее значения с точки зрения транспортной артерии города, но пешеходная часть, она должна быть, она должна развиваться более активно. У нас есть две улицы, Кольцовая и Краснорядская, вдоль торговых рядов. Они содержат в себе замечательную историческую застройку. Это сплошь памятники архитектуры федерального и регионального значения. И сейчас эти улицы очень недооценены. То есть по улице Кольцова у нас огромная стихийная парковка и очень узкие тротуары в плохом состоянии. По улице Краснорядская у нас три плосы дорожного движения с расширением до четырех. В одном месте мы замерили там тротуар, там 0,75 метра. Это очень узкий тротуар для исторической улицы. И, конечно, тот поток транспорта, который там идет, он абсолютно доминирует. И пешеходам там места сейчас нет. Когда мы разрабатывали концепцию, мы исходили из того, что мы должны сохранить эту транспортную артерию. И для этого было внесено предложение продлить улицу Горково и транспорт с Краснорядской увезти через вот этот вот прокол. Для того, чтобы улицу освободить, чтобы можно было там расширить тротуары, чтобы там можно было устраивать ярмарки, сделать там какие-то ресторанчики, которые вынесли бы открытые веранды и так далее. То есть, просто говоря, пригласить людей на эту улицу. Это может дать толчок для развития предприятий, которые там находятся. Это малый бизнес, это кафе и сфера обслуживания. Сейчас они не работают, потому что людей там не ходят. Ну и это понятно, там действительно не так комфортно сейчас находиться. И мы надеемся, что наше предложение будет оценено нашими горожанами. И, в принципе, помимо позитивных отливков, конечно же, есть и негативные. Но это то, с чем надо работать. Надо выходить на людей, объяснять им свою позицию. И мы искренне верим, что если люди проникнутся в наши идеи, то мы можем получить прекрасную площадь в центре нашего города. То есть, вы предлагаете сделать улицу Кольцово и Краснорядскую полностью пешеходными? Преимущественно пешеходными. То есть, там могут в различных конфигурациях оставаться небольшая проезжая часть. Там может оставаться даже парковка для того, чтобы просто могло подъехать такси, чтобы могло подъехать транспортно-обслуживающие. Но в целом мы должны убрать с них транзитный транспорт для того, чтобы эти улицы на большие городские праздники можно было спокойно перекрывать. И, в принципе, это возможно. То есть, у нас есть хорошая проезжая часть, она очень широкая. И она действительно вмещает весь транспортный поток. Выводя автомобили с улицы Горького напрямую на Первомайский проспект Миную Краснорядскую, мы также сокращаем вот это вот транспортное плечо. И мы надеемся, что это поможет сократить пробки, которые там в час пик у нас стоят. Не очень понятно, вот без какой-то наглядности. Если можно, я так понимаю, что вот оно, да? Как это должно выглядеть? Давайте сориентируемся по улицам. Можете рассказать? Соответственно, у нас сейчас эта улица является продолжением Первомайского проспекта. Она уходит в левую сторону на улицу Соборную. А транспорт, который идет у нас с улицы Горького, он обходит за торговыми рядами сейчас. Вот здесь вот, по улице Краснорядской. Там очень большой транспортный поток. А вот здесь вот, где у нас уже за камерой, здесь очень такой неприятный поворот. Там очень маленькое расстояние между двумя светофорами. И там всегда стоит пробка, там большой хвост, который также блокирует движение по улице Первомайский проспект. Мы же хотим в данном случае напрямую вывезти автомобили с улицы Горького на Первомайский проспект. Освобождая тем самым улицу Краснорядскую. И что еще немаловажно, у нас перед памятником вот здесь вот сейчас есть проезжая часть асфальтированная. Но по сути она не используется никаким образом, кроме проведения городских праздников. Она не востребована автомобилями. Мы взяли карту и обрисовали на ней коридор шириной с улицы Соборной, с Первомайский проспект. И она получилась у нас вот такая вот проезжая часть. Мы добавили к ней вот этот вот съезд, мы добавили карманы для остановки общественного транспорта. И у нас получилось большое пространство перед памятником, которое мы предложили задействовать. А поскольку в данном предложении мы восстанавливаем историческую трехлучевую структуру площади, то мы предложили разместить перед памятником такой инсталляционный арт-объект. Выполнить в мощении так называемый Екатерининский план города, принятый в 18 веке, по которому у нас город развивался очень долгое время, там узнаваемые улицы. И жители, когда будут приходить на площадь гулять, они смогут узнать, может быть, даже свой дом найти на этой карте, потому что она действительно сохранилась спустя века. И таким образом восстановить историческое наследие данного места. Действительно, у нас в городе, наверное, кроме улицы Почтовой, пешеходных, полностью пешеходных улиц и нет. В принципе, да. То есть это будет такое хорошее дополнение в центре города. Многие, я слышала и в комментариях, и в обсуждениях делают акцент на том, что разработчики, то есть вы, оставляете на месте памятник Ленину. Абсолютно верно. Эта площадь, она переживала множество трансформаций, то есть ее изначальная структура, как я уже сказал, была трехлучевая, там была часовня, там было еще два здания торговых рядов, которые были снесены. А в том виде, в котором она сейчас есть, она сформировалась уже во второй половине 20 века. То есть там появились два здания, которые фланкируют улицу Почтовая и создают завершенную композицию с памятником посередине. То есть он находится на градостроительной оси. Эта композиция, она очень правильная, она хорошая, она привычна горожанам, и мы хотели бы ее, конечно же, сохранить. В принципе, мы восстанавливаем часть истории этой площади, и, конечно же, надо, чтобы ничего важного с нее не исчезало. Для того, чтобы этот проект воплотился в жизнь, что нужно, какой путь ему предстоит пройти? Он будет проходить различные общественные обсуждения, различные комиссии, в первую очередь, конечно же, по транспорту. То есть наша концепция, наши предложения будут проанализированы специалистами, они уже дойдут свой вердикт о том, насколько это сможет улучшить дорожную ситуацию, может быть, какие-то изменения у себя придется внести. И, конечно, мы призываем всех жителей, которые заинтересовались этим проектом, оставлять свои комментарии, свои пожелания. Кто-то, может быть, поддерживает проект, кто-то нет, но обязательно напишите о том, что вам там нравится и не нравится. Мы очень хотим учесть все эти предложения, потому что, в принципе, это же делается для жителей, и их мнение, оно для нас важно в первую очередь. Первые отзывы уже есть? Да, конечно, отзывов очень много. Мы, в принципе, все последние дни начинаем это вот что-то читать. Не все люди правильно восприняли, то есть какие-то отзывы у нас сразу же появляются ответы, мы их соберем, будем их публиковать, будем встречаться с людьми, и все, им это рассказывать. Потому что, в принципе, я считаю, что там есть что ответить на критику этого проекта. А если есть какие-то высказывания критического толка, что не нравится? Боятся за транспорт. Люди боятся изменений с точки зрения транспорта. И, в принципе, когда мы говорим о том, что у нас ширина проезжей части будет приведена в соответствии с улицей Соборной, то люди слышат о том, что мы ее сокращаем. Это не так. То есть есть такое понятие, как активная ширина проезжей части, где идет основной транспортный потоп. И когда мы посмотрим на площадь Ленина с высоты или, допустим, в дождливый день, то мы очень хорошо по следам автомобиля видим, где они постоянно ездят. А сейчас у нас получается крайняя правая полоса, она очень широкая. Общественный транспорт для того, чтобы совершить установку, он пресекает несколько полос движения неактивно. Но это лишние перестроения, которые замедляют движение в данном направлении. И, кроме того, пешеходный переход, его ширина, она очень большая. И, соответственно, фажа пешеходного светофора, она длинная. А сокращая избыточную длину проезжей части, мы, соответственно, можем снизить нагрузку на светофор и оптимизировать движение. – Ну, я так понимаю, что воплощение данного проекта в жизнь потребует очень больших финансовых затрат. Если его примут, то откуда будет производиться финансирование? – Ну, я как разработчик не могу вам точно этот вопрос ответить. Но, в принципе, заинтересованность есть. А если есть заинтересованность, то возможно найти эти деньги. Здесь, на самом деле, с инженерной точки зрения и с точки зрения осуществимости решений нет ничего сверхъестественного. То есть, вот этот вот коридор по улице Горького, она есть. То есть, если мы посмотрим на карте, мы увидим там абсолютно свободное место. То есть, это не потребует столь больших капитальных вложений, как можно подумать на первый взгляд. А изменения очень большие. – А вы не просчитывали примерную сумму, которая на это все уйдет? – В настоящий момент мы все-таки проектное решение согласовываем. Потому что это может очень сильно измениться в зависимости от материалов и конфигурации площади. – Я так понимаю, что ваш проект предполагает возвращение статуса к главной площади, именно площади Ленина. Сейчас все-таки у нас главной считается площадь Победы. Каким образом она станет главной? – Ну, в принципе, площадь Победы, она не так сильно приспособлена для проведения праздников. Почему? Потому что она находится на улице, которую сложно перекрыть с точки зрения дорожного движения. А если она перекрывается, то туда не попадает общественный транспорт. Там сложно собрать людей, и им оттуда, в принципе, некуда дьется. То есть она сейчас преимущественно замкнута с разных направлений. В нашем случае ситуация совершенно другая. У нас есть улица Почтовая, которая выходит на площади. Мы предлагаем эту связь расширить, пробив проходы вокруг памятника Ленина, для того, чтобы напрямую соединить улицу с площадью. А также через улицу Горького и Почтовой мы попадаем на Лыбецкий бульвар, который недавно прошел процесс реконструкции, очень серьезный. И людям там сейчас нравится находиться, нравится гулять. Соответственно, у нас получаются пешеходные связи, которые мы задействуем. На площади значительно проще ограничивать движение на время праздников. То есть мы можем как изолированно прикрывать улицу Кольцово и Краснорядскую для проведения различных ярмарок, тематических событий, небольших городских праздников. А на масштабные события, такие как День города, Новый год, 9 мая, мы можем перекрывать площадь на протяжении от улицы Первомайской проспекта до площади Соборной. Это очень большая пешеходная территория, которая в принципе подразумевает возможность прохождения общественного транспорта, то есть подвоза людей, и имеет некоторые дублирующие дороги, которые можно было бы использовать. В нашей концепции есть схемы дорожного движения, на которых мы показываем улицы, которые в перспективе могут принять на себя большую транспортную нагрузку. То есть площадь должна рассматриваться в контексте всего города, и с этой точки зрения она значительно вымирочнее, нежели Площадь Победы. Что ж, Илья, большое спасибо, что вы сегодня нашли время к нам прийти. Мы надеемся, что ваш проект все-таки будет реализован. Это действительно будет очень полезно для нашего города, и город станет красивее. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.